МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! 30 сентября, пятница. На часах в Якутске 19.15 прямой эфир арены событий. Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. А в гостях у нас сегодня министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Сахая-Якутия Михаил Юрьевич, присяжный. Михаил Юрьевич, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да. Михаил Юрьевич, обычно по пятницам я делаю программу, посвященную пресс-обзору газет, изданий за прошедшую неделю. Но сегодня вместо пресс-обзора встреча в прямом эфире с вами. И поводом к этому, очень хорошим поводом, послужило некое событие. У нас арена событий. А именно, с 30 сентября по 3 октября проводится ежегодное республиканское совещание работников образовательных учреждений профессионального образования Республики под названием «Профессиональное образование. Основа экономического развития Якутии». Что в программе мероприятия? Ну, во-первых, конечно, это мероприятие знаковое. Оно проходит ежегодно. Ежегодно это те дни, несколько дней, когда все представители всех образовательных учреждений Республики, а их у нас около 50, 26 улусах и районах Республики, они приезжают сюда, в Якутск, для того, чтобы поделиться результатами своего труда за предыдущий год и для того, чтобы что-то запланировать на следующий учебный год. Это совещание, оно особое, потому что прошел ровно год с того времени, как мы утвердили программу модернизации учреждений среднепрофессионального образования, в целом системы профессионального образования нашей Республики. Год прошел, есть первые шаги. И результаты. И мы хотим, есть результаты. Несомненно, мы сегодня делились на этом во время круглых столов. Причем круглые столы были организованы по ряду тематик, направлений было много. Это и, например, патриотическое воспитание, например, профориентация трудоустройства, взаимоотношения с работодателями, небюджетная деятельность. В общем, целый спектр. Это целый спектр, который сегодня у нас проходил. Но кроме того, мы завтра, завтра будет очень интересно. Сегодня было тоже интересно. Завтра будет очень важно. В чем значимость завтрашнего дня? Это завтра будут, так называемые, презентационные площадки. Это когда учреждения будут представлять модели своего развития. То есть программы развития учреждений есть, но теперь мы понимаем, что должна появиться модель. То есть круг работодателей, с которыми работают. Структура подготовки, перечень специальностей и профессий, по которым ведется подготовка. Кого набирают, как обучают. И куда эти ребята потом уходят. Ну и еще будет у нас отдельный день. Это уже послезавтра, который будет посвящен формату деловой игры, обсуждению. Когда мы уже с представителями профессиональных образовательных организаций будем подводить итоги. Понятно. Вы были модератором круглого стола сегодня. Название его звучало так. Обеспечение региональной экономики квалифицированными кадрами. Кадры каких специальностей востребованы сейчас в республике наиболее? Ну, конечно, можно ответить просто. Это то, что мы чувствуем с вами, когда читаем газеты, внутрь радио, общаемся с родственниками, со знакомыми. Это, конечно же, специалисты среднего звена, рабочей профессии. Это инженеры технические кадры. Те, кто занят в промышленности. Но на самом деле сегодняшний круглый стол, который был назван. У меня был со-модератор, это Татьяна Кимонукарякина, заместитель министра экономики нашей республики. И вот мы работали с ней практически два года над тем, чтобы разработать систему прогноза кадровой потребности. И вот сейчас, в последние месяцы, в республике готовится большой стратегический документ. Это стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года. И целевое видение до 2050 года. Поэтому мы прекрасно понимаем, что если какая-то отрасль в каком-то регионе республики появится через 10-15 лет, мы должны к ней готовиться кадрово. То есть готовить учреждения, модернизировать их. Эква ответили на вопрос. А давайте я перефразирую тогда. Совпадают ли специальности, в которых республика испытывает максимальную потребность сейчас, с направлением деятельности бюджета образующих предприятий? В значительной степени, конечно, совпадает. Но в то же время мы с вами прекрасно понимаем, что мы часть Великой России. И нет ни одного субъекта Российской Федерации, который бы смог себя обеспечить кадрами по всему спектру. Безусловно. Мы к этому стремимся. Поэтому, конечно, наряду с теми программами, которые давно у нас реализовывались, появляется ряд программ, которые, может быть, и не новые в целом для системы профессионального образования России, но они новые для нас. Например, бурение нефтяных и газовых скважин. Я вот хотел спросить, на самом деле, появляются ли факультеты, которые обучают новым профессиям? Конечно, появляются. И вот буквально в эти дни завершается подготовка нового учебного корпуса, например, в Мирненском политехническом институте филиала Северо-Восточного федерального университета в Мирном, где это будет, по сути, нефтегазовый факультет. Новый факультет, который вот в эти дни начинает свою работу. По созданию профессиональных кластеров, с какими министерствами вы реализуете эти программы? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Но, действительно, кластеров сейчас мы создали 8. Они с разной степенью интенсивности работают. Например, угледобывающий, золотодобывающий, кластер индустрии питания. Алмазогранильный. Есть, да, ювелирный, амазный. Но даже в названиях этих кластеров не нужно заблуждаться, что это только какое-то другое министерство-партнер. На самом деле, там же очень много сопутствующих отраслей, сопутствующих подотраслей и специальностей. Поэтому, как правило, это объединение интересов нескольких министерств и ведомств. И в этом плане, при работе профессионально-образовательных кластеров, нам помогают, конечно же, наши работодатели и помогает Торгово-промышленная палата Республики. — Проводите ли вы, и, собственно говоря, тогда по каким направлениям дуальное обучение, где теория перемежается с практикой? — Да, дуальное обучение — это, по сути, хорошая форма такого сращивания с работодателями. — Но она необходимая, да? — Да, она необходимая. То есть, по сути, образовательное учреждение идет к работодателям и спрашивает, кто вам сейчас нужен, какого качества, чем должны владеть, что должны уметь ваши будущие работники. — И работодатель приходит. Есть два хороших примера, я их, наверное, приведу среди всех наших учреждений. Это Алданский политех наш, техникум в Алдане, который работает с ГРК «Алданзолото», с золотом «Селегдара», текут с геологией. И это дуальное обучение про машинист открытых горных работ. Очень хорошо работает. Это федеральная инновационная площадка. И вторая федеральная инновационная площадка, которая шире, которая показывает очень большие результаты практической деятельности, это Якутский технологический техникум сервиса. Это все, что касается технологии общественного питания. Это учебно-производственные мастерские, учебно-производственный цех. И дуалка, например, в Якутском технологическом техникуме сервиса строится по принципу 2 плюс 4 или 3 плюс 3. То есть 2 или только 3 дня в неделю – это практическое обучение, остальное – это работа на предприятии. Понятно. Помните такую шутку старую советскую? Она из театра Образцова пришла. Ну, какое у него образование? Ничего не знает, ничего не умеет. Пиши среднее. А вот выпускники средних профессиональных учебных заведений, к ним применима такая формула? Ничего не знает, ничего не умеет. Пиши среднее. Да нет, конечно. Это уже профессиональное образование, это уже освоенные трудовые функции. Не просто на уровне того, что я могу сделать совок, но это же следование определенным требованиям, ГОСТам. Потом наши выпускники, они производят товары и оказывают услуги, которые приобретаются. Соответственно, это профессиональное образование. Вот, замечательно. Подвели к следующему вопросу. Профстандарты. Ведь это же следование, да, вот сейчас профстандартам. Успевают ли профстандарты за техническим прогрессом? Ведь совершенно ни для кого не секрет, что технологии опережают сознание, но определяют ли они его? Да, профстандарты, это удивительно, почему они не появились раньше, мы можем так сказать. Потому что существовали образовательные стандарты давно. Теперь предварять образовательные стандарты должны профессиональные стандарты. Поскольку они аккумулируют, расщепляют вначале нашу трудовую деятельность, любого из нас на трудовые функции. И дальше из этих трудовых функций, как конструктор, формируются виды профессиональной деятельности. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что профессиональные стандарты, они должны лучше успевать и больше успевать за изменениями профессиональной деятельности. На данный момент всего 600 профессиональных стандартов разработано. Но впереди еще, собственно. Это не так много, но ожидается примерно 600-700, по нашим оценкам. Ну, полторы тысячи, около того, да? Это, конечно, легче будет общаться нам с работодателями, нужно сказать. Хорошо, что министерство делает для популяризации рабочих специальностей, вообще специального образования? Ну, конечно же, это традиционно. Мы работаем с вами, с вашими коллегами. Газеты, СМИ, телевидение, радио. Приходите ли в образовательные... Но самое главное, да, что мы приходим в среднее общее образование, мы приходим в школы, мы приходим в детские сады, мы приходим в трудовые коллективы. В детские сады? Да. Соответственно, это дни открытых дверей, это, соответственно, различные конкурсы, различные олимпиады, это ярмарки вакансий. Ну, и вот совсем недавно мы провели, как в рамках подготовки, в том числе к нашему совещанию, ярмарку по дополнительному образованию. При этом, несмотря на то, что в республике объявлен год дополнительного образования детей, мы посчитали, что этого недостаточно, потому что дополнительное образование нуждается людей всех возрастов. И ярмарка это подтвердила. Мы хотим организовывать дополнительное образование на базе наших профессиональных образовательных учреждений. И в рамках ярмарки 150 модулей было предложено. Ну, по сути, это образовательные модули под разные цели. Понятно. Понятно. 16 сентября Санкт-Петербург завершается, вот 16 сентября завершился первый в истории конгресс университета Арктики. Почему он был важен? Чем он был важен? Ну, был важен, поскольку мы с вами знаем, что Россия это ведущая арктическая держава. Во-вторых, он важен с той точки зрения... А можно так говорить, что Россия ведущая арктическая держава? Россия ведущая арктическая держава. Мы это говорим и это подтверждается в нашей практической деятельности. Но понятно, что мы должны это подтверждать и в образовании, в профессиональном образовании. Поэтому мы рады, что конгресс университета Арктики, который проходил в Санкт-Петербурге, он объединил несколько круглых столов, которые были посвящены профессиональному образованию. И мы, республика, республика Саха-Якутия, при участии постоянного представительства республики в городе Санкт-Петербург, при участии нескольких наших образовательных учреждений, в сотрудничестве с организацией Северный форум, мы провели круглый стол по Arctic Skills. Это наш ноу-хау, мы предложили, в этом году мы пробовали, вот к вопросу с предыдущим вопросом популяризации, мы пытаемся традиционные трудовые навыки тоже привлечь, чтобы профессия оленевода, профессии рыбака, они тоже были популярными. То есть мы привлекаем традиционные навыки наших жителей, жителей нашей республики. И в этом году это был ряд компетенций в рамках чемпионата профессионального мастерства World Skills, например, якутская строганина. И вот в следующем году мы хотим пригласить коллег из северных стран мира на такой открытый региональный чемпионат. Михаил Георгиевич, спасибо вам большое. Время пролетело незаметно, пора прощаться. Спасибо большое. Давайте попрощаемся со зрителями. Это была «Арена событий». Всего вам доброго. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин